Возле этого символичного памятника, который говорит сам за себя, я начинаю маршрут по острову Муромец. Остров Муромец является самым крупным островом, который расположен на территории Киева и также это в принципе один из самых крупных островов в бассейне Днепра, поэтому сегодняшняя прогулка обещает быть интересной. Мы пройдем вдоль этого острова, посмотрим на его достопримечательности и немножко углубимся в его историю, потому что как мы уже можем видеть по названию, она тянется еще с очень древних времен. Мы постараемся ее немножко приоткрыть сегодня. Муромец. Остров, который расположен между основным руслом Днепра и Десенкой в северной части Киева, а также частично за чертой города. С обеих берегов суши местность окружают крупные районы Троещина и Оболонь, а южная часть Муромца соединяется перешейком с Трухановым островом, куда можно попасть с помощью моста. Загадочное название острова связывают с былинным богатырем Ильей Муромцев, который мог нести службу в этих краях. Было ли так на самом деле, можно только гадать. Между тем, археологи действительно подтверждают существование городища 12-13 веков в районе Муромца. Предполагается, что именно здесь некогда стояла богатырская застава, сторожевой пост на подъезде к городу. Первое же упоминание об острове в документах датируется 16 веком. Тогда он известен под другим названием – Бокландский, и является подконтрольным магистратом. А в 1613 году его вместе с побережьем передают в держание Станиславу в Игуре, киевскому городничему. Он поселил на острове нескольких крестьян, и некоторое время место считалось небольшой слободой. В те же времена к нему применяется еще одно название – Муравец. Долгие столетия остров продолжал существование, не претерпевая заметных изменений. Мещане использовали муромец для сенажатий, пастбищ и рыболовли. Так и сегодня немноголюдные земли продолжают жить своей жизнью, укрывшись тихим лугом и густым лесом. Подземный переход с необычной мозаикой – последнее, что видит пришедший перед тем, как ступить на земли острова. Изначальная часть и вдаль ведет центральная аллея. Краткий план острова, куда, к слову, весь остров даже и не поместился. Наверное, только его половина, в лучшем случае. Центральная аллея тянется дальше. Здесь ритм жизни еще очень сильно напоминает городской, потому что все очень облагорожено, и достаточно много людей даже в будний день. Здесь находится множество спортивных баз и баз отдыха. Поэтому это неудивительно. И дальше нас встречают такие истуканы. Подобие каких-то языческих символов, либо же просто произвольной работы. И пускай эти статуи совершенно недавние, по своему разнообразию, они, наверное, могут переплюнуть любую подобную инсталляцию Киева, любое капище Киева. Ну, капищ, в общем-то, в городе нашем не так уже много, но, по крайней мере, любую подобную группу деревянных скульптур, более насыщенную по разнообразию, наверное, в городе и не найти. Множество древних тотемов заканчивает эту группу Грозный Дед, который, как морское чудовище, то ли своими плавниками, то ли руками-клеснями выныривает из земли. Ну, а мы двигаемся дальше. Истуканы расположены вдоль велосипедной дорожки. Пешеходные же дорожки оформлены в виде аллеи с лавочками. И давайте также вспомним, что на данный момент, еще в начале современного острова Муромец, мы находимся на исторических землях так называемого острова Иловатова или Еловатова, который изображается на картах 19-го, начала 20-го века. Остров Еловатый был совершенно небольшим от Труханова острова, который мы оставили южнее. Он отделялся очень узким перешейком, естественно, не таким, как сегодня. Ну, а от остального острова Муромец, который мы бы наблюдали дальше, еще Еловатый отделялся петлеобразным проливом. Только позже пролив, который разделял Еловатый и Муромец, перекроют плотиной и постепенно будет формироваться ландшафт, близкий к современному. Поэтому как раз на месте памятника Илье Муромцу еще условных 120 лет назад нас бы встретил не остров Муромец, а еще остров Еловатый. Помимо бывших объектов, география Муромца очень богата и сегодня. Кроме рек, которые окружают остров, в центральной части поперек его рассекает пролив Бобровня с прилегающими рукавами и озерами. Небольшой остров прилегает к Муромцу со стороны Днепра, а на Десенке расположен крупный и дикий лопуховатый, когда-то слывший частью Муромца. Именно в его окрестностях было обнаружено древнее городище. Северная же часть острова тянется очень далеко, к самой Десне, и формально уже не является составляющей города. Ее мы коснемся как-нибудь в другой раз. Среди рассредоточенных по острову-гиганту посетителей ищут свою жертву и клещи. Конечно, наверное, это не основная опасность, которая может поджидать в дебрях Муромца, но, тем не менее, такая опасность тоже есть. Да и сами посетители в масштабах Муромца напоминают небольших клещей на теле Зеленого Чудища. Долгожданный конец аллеи. Она и правда тянется достаточно долго. Памятный знак, вероятно, последний на этой дороге. Привлекает к себе старая верба, разветвленная на четыре ствола. И в конце аллеи тропа формирует кольцо, от которого в разные стороны отходят тропинки. И вот совсем другой контраст. Уже остаточное явление цивилизации. Старые лавы, цветущие каштаны находятся и на Муромце. Ходить по этим лесным рощам на данный момент практически невозможно. По ним надо бежать, потому что сейчас какое-то засилие просто комаров. Они как настоящий рой тебя окружают. И остановиться хотя бы на пару секунд очень проблематично в этих местах. Подходим к небольшому проливу в западной части острова. Здесь он разделяет Муромец с соседним небольшим островком. Тем не менее, и отсюда бетонной стеной открывается северная часть массива Оболонь. И вдалеке-вдалеке я даже вижу пару домиков, скорее всего, которые уже относятся к Вышгороду. Песчаные дюны уже с менее просторными вкраплениями деревьев тянутся дальше на север острова. Я сейчас планирую подойти к основному течению Днепра. Трава, произрастающая прямо из песка, имеет удивительный фиолетовый цвет. Фиолетовый с вкраплениями зеленого. По глухим песчаным тропам я так и подобрался к основному руслу Днепра. На том берегу перед нами уже более объемно открывается массив Оболонь. Но еще перед массивом мы видим перед собой такую себе древесную рощу. Это небольшой островок, который находится между Оболонским заливом и Днепром. И на данный момент на него даже проложен какой-то мостик. Видимо, он пока что еще не действует. Я отсюда, по крайней мере, наблюдаю там какую-то строительную технику, рабочих. Но в свое время остров был не так легко доступен. Туда с материковой, скажем так, к части вел брод. Либо можно было туда попасть в плавь. Я еще помню, как ходил на этот остров в брод. Старые дубы. Также небольшая редкость для острова. Ну и нужно сказать, что более характерные картины для Муромца все-таки относительно пустынные. Здесь тянется широкий луг с вкраплениями только древесных насаждений. Ну и местами даже прямо среди острова, в тех местах, где, казалось бы, нету и никогда не было озер, мы видим следы затоплений, что еще раз нам подсказывает о том, что остров Муромец это широкая низина, которая не так уж и пригодна для масштабной застройки, по крайней мере, без предварительно проводимых работ. А вот, к примеру, очень странное мутное затопление, прямо синюшное. Сомневаюсь, что оно таким стало из-за пуха. Ну, видно, что покрыта вода, покрыта какой-то пленочкой. Как остров, непрерывно соприкасающийся с городской цивилизацией, Муромец пестрит различными находками. Будь это старые фонарные столбы, обвитые зеленью и заросшие тропы между ними, необычные инсталляции или даже настоящее судно, давно закрытое для эксплуатации и надолго нашедшее свою пристань у этих берегов. у восточного же побережья открывается чудесный вид на Десенку и вместе с тем необычный по форме остров Лопуховатый. В старину, будучи частью Муромца, в Рочище существовало несколько озер, среди которых были Лопух, Большой Лопух и Малый Лопух. А возникновение Лопуховатого как отдельного острова довольно банально и в основном обусловлено гидронамывом массива Троещина, а также строительством моста. Городище 12-13 веков, расположенное в южной части Лопуховатого, было открыто только в 1980-е годы и представляет собой овальную возвышенность. Также ученые обнаружили остатки ровчака, который в древнерусские времена мог служить каналом, по которому можно было подплыть к укреплению. Несмотря на внешнюю дикость острова Лопуховатого, который мы видим на противоположном берегу, оттуда доносятся какие-то голоса людей, которые чудным образом туда попали. Недалеко отсюда Бобровня впадает в Десенку. И, наверное, это одно из наиболее живописных мест Муромца. Вот это место с видом на остров Лопуховатый. Оно довольно-таки безлюдное и зеленое. Неудивительно, что легендарный Черторой очаровывал многих краеведов прошлого. Его описывали как нечто мистическое, нечто таящее в себе потусторонние силы. Да и по-прежнему время от времени встречаются такие слухи, что, мол, Десенка является одной из так называемых геопатогенных зон Киева. Местами встречается и такое. Дорога, обозначенная на карте как проходная, обрывается обыкновенным болотом. Комаров настолько много, что, признаться, одного или двух я уже ненароком съел. Заодно они напоминают, что лишний раз открывать рот не надо. Даже трудно себе представить, что такая дикая глыба находится в самом городе. И при этом не где-то на окраине, а между крупными густонаселенными районами. Только вдалеке тут виднеются поодинокие дома. То правобережье, то левобережье время от времени. В зависимости от точки, где вы находитесь на острове. Ну, а в глуби здесь дикие луга, старинные деревья и вполне себе заповедная зона не составит особого труда в этих местах снимать фильмы про какие-то старинные времена, про какие-то дикие необжитые места. Думаю, остров Муромец как своим ландшафтом, так и своей энергетикой, даже своим названием очень поспособствовал бы этому. Табличек прославляющих наше урочище Бобровня здесь немерено. Проходя по центральной части острова, у вас просто нету шансов не ознакомиться с тем, что здесь находится такое урочище. Постепенно я подходил к черте сегодняшнего путешествия, проливу Бобровня. Проистекая из Днепра, его течение следует на юго-восток, где встречается с Десенкой. Уже с начала 18 века в документах упоминаются гидронимы с названием Бобровня или Бобровча, относящаяся к острову. Учитывая заплавный характер местности, речная система часто перестраивалась и ранее известная как череда озер, Бобровня сегодня формирует цельный канал. Вот какое весьма стремительное течение местами присутствует у Бобровни. Я сейчас нахожусь в самых верховьях пролива, в месте, где Бобровня вытекает из Днепра и направляется дальше. В общем-то известно, что современная Бобровня состоит из нескольких старых водоемов. По крайней мере это озеро Старая Бобровня, на месте которого мы сейчас находимся в верховьях пролива. И по большей части уже в центральной части и в низовьях это была так называемая река Старик. Земли в низовьях Бобровни и в низовьях бывшей реки Старик были также известны как урочище Нижнее Заречье. Думаю, что название говорит само за себя. Существовали и другие озера в бассейне Бобровни. Например, озеро Малая Бобровня, также озеро Старик. Эти озера также прослеживаются на картах 19-го, начало 20-го веков. и собственно Старик как название, как топоним это очень распространенный на самом деле для киевских водоемов. Топоним он использовался буквально для всех озер, для всех рек, которые были так или иначе связаны со старицами, со старыми руслами рек. То ли Днепра, то ли Десенки, то ли других проливов. Поэтому озеро Старик совершенно не ново для Киева и для около киевских земель. Палящее солнце и на миг не собиралось оставлять здешние просторы, несмотря на приближающийся вечер. Пышные травы колебались на речном ветру, укрыв собой места древних городищ и запрут. Я покидал остров, зная, что когда-то обязательно вернусь. Вернусь для новых изучений мирного города. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok